Плохо видит, с трудом передвигается. Татьяна Федоровна еле преодолевает 300 метров от дома до третьегородской на Бехтерево. В свои 85 к врачам ходит постоянно. В неделю по несколько раз, а до новой поликлиники, что будет на Петросухово, пешком не дойдет, жалуется женщина. За медицинской помощью придется отправляться едва ли не на другой конец города. А для пожилого человека это целое кругосветное путешествие. От нас тут даже на Ленинске выходить надо, садиться. Вот до Ленинского доехать, потом там ехать, садиться на другой транспорт, только туда ехать. Мы все переживаем за это. Будете ездить? Ну как, пока ноги если двигаются, будем нанимать такси. Такси для пенсионеров – удовольствие дорогое, ведь поход в поликлинику для многих пожилых людей – почти каждодневное вынужденное занятие. Поэтому такие перемены пациенты воспринимают однозначно. Как вы к этому относитесь? Печелно. Почему? Извините. Но как выяснилось, закрывать филиал никто не планирует. По крайней мере, так заверил главный врач больницы Александр Шпиговский. Дело в том, что еще в ноябре 2017 года после оптимизации образовалось одно медицинское учреждение – городская больница номер 3 на Германа Титова, рассказал главврач. Сюда и вошли 9-я городская больница на Бехтерево и два здания на Петросухово. Одно из них в этом году капитально отреставрировали. Но насильно прикреплять к новой больнице барнаульцев никто не будет. Шаговая доступность по-прежнему главный критерий. Все население остается там, где и было. В случае необходимости, да, либо какие-то будут показания, может быть какая-то методика, либо если сам пациент изъявит свое желание, это его больница, он имеет право на любой адрес. Новый корпус, пояснил врач, начнет принимать пациентов уже в конце августа. Здание будет оснащено новейшим оборудованием. Специалисты Бенздрава поясняют, что бояться оптимизации не стоит, польза укропнений очевидна. Больнице проще управлять, легче укомплектовывать кадрами и обеспечивать необходимым оборудованием. Например, узкий специалист любой, офтальмолог, невролог, кардиолог, эндокринолог, он рассчитывается ориентировочно на 20 тысяч населения. Если к поликлинике прикреплено меньше, то, как правило, в этих поликлиниках работают совместители. А совместитель, естественно, он работает в небольшой промежуток времени, он не выполняет ту нагрузку. А когда человек сидит на одном месте и принимает с утра до вечера, это удобно всем, и людям удобно, и для учреждения. Но, несмотря на все плюсы, с экспериментами в области оптимизации специалисты Краевого Минздрава решили повременить. Процесс пока временно приостановлен, заверили медики. Так что копить на такси Татьяне Федоровне пока не нужно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.